ну чё пацаны каждый раз когда мы собираемся и садимся на эту лавочку мы обсуждаем очень важные проблемы и на сегодня как раз у нас очередной помощь чтобы вновь присесть на эту лавку и вновь обсудите новые проблемы с которой мы сегодня будем бороться ну что всем огромное время дорогие друзья с вами сегодня как знали же кофе сам носил меня души не по и ураганчик и добро пожаловать проекта петербург на сервачок ракфорта ты чё делаешь чтобы не пущу квартиру еще квартиру нормально ты смотри молотку просто чё там делаешь вмятина как я понимаю да 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 дамы и господа сегодня на повестке дня у нас действительно очень важная проблема с которой мы сегодня будем бороться но перед началом этого ролика хочу пожелать вам приятного просмотра и конец что приятного аппетита не забыть заранее нажимать кнопочку лайка прям по поводу фуру лайка под этот ролик и конечно не забываем подписываться на канал ну чё пацаны подходим сюда ко мне сейчас буду водить вас курдилы что мы сегодня будем с вами делать олег смотри трофей смотри какой трофей ты убил ну нет ну какой то тупой человек да зачем ты его убил а там уже сразу с религия анимация под ну и Итак, парни, сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить очень важную проблему, с которой мы столкнулись в прошлом ролике. Как вы помните, дорогие друзья, в прошлом видосе мы зарабатывали деньги, работая в такси на протяжении целого часа. И вывод, к которому мы пришли, что работа таксистов это максимально неблагодарное дело. Потому что ты сталкиваешься с большим количеством быдлов, соответственно, тебя не уважают максимально. Маленькая зарплата и всё остальное. Очень много, на самом деле, реально богатых людей садится в такси, но никто не собирается платить больше ценников. Каждый человек пытается сэкономить буквально копейки, но именно сегодня мы будем бороться с этой проблемой. Что я предлагаю? Сегодня мы с вами будем официально делать настоящий протест. Что мы с вами делаем? Мы с вами садимся в машину таксиста, начинаем работать. Каждого нищего клиента, который не собирается доплачивать за нормальное расстояние, мы начинаем его наказывать по полной программе. Мы покупаем молотки, мы покупаем маски, чтобы, конечно же, делать всё это максимально конфиденциально, чтобы нас никто не спалил. Так, у меня маска храма поставила. Так как всё же это нелегальное дело, пацаны, на которое я вас сегодня подписываю, то нам реально нужно подготовиться. Ну чё, солдаты, готовы? Давайте выдвигаемся тогда в таксистопор. Олег, я сходил в шкаф, смотри, вот моя маска. Так, ну у меня маски нет, нам ещё за молотками надо заехать, поэтому погнали, парни. Так же, друзья, хотел напомнить, что 31 марта у меня будет день рождения. Если кто-то хочет поздравить, вдруг кто-то хочет что-то отправить, или просто какие-то записки, какие-то поздравления, и, возможно, не только, то вы спокойным образом можете отправить мне это на почту, на мой домик, соответственно, я буду делать отдельный ролик с открытием подарков. Поэтому, кому не впадал, кто хочет поздравить, кто хочет сделать приятное, то, ребятки, просто можете отправить что-то крутое на почту, и, соответственно, мы это, конечно же, посмотрим. Поэтому, ребятки, запомните, 31 марта этот день наступит, и я буду проверять всё, что вы закините на почту. Ну чё, парни, вы готовы к забастовке таксистов? Я надеюсь, что да. Ведь именно сейчас мы приступаем к нашему коварному плану. Итак, знаете, что мы с вами делаем? Соответственно, я беру клиента, ставлю, соответственно, определенный ценник за поездку. Если он не соглашается и говорит, что дорого, я ему предлагаю сделать ценник дешевле. Мы его отвозим куда-нибудь в подворотню, соответственно, и там уже из него убиваем бабу. Тем самым будем проучивать, тем самым будем проучивать, соответственно, людей, чтобы они уважали таксистов больше, чтобы они понимали, что таксисты не терпили какие-то, а настоящие мужики. Поэтому всё, пацаны, я, конечно, чего-чего-чего-чего-чего. Я объясню, что мы как братва едем за тобой, да, просто скажу. Да, 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 да. И таксисты вписываются, что за корень. Конечно, естественно, а как иначе, да. Всё, давайте будем тогда выслеживать первый заказик, соответственно, и после этого уже будем приступать к рабочему дню. Опять же, первое, на что мы делаем вид, это, соответственно, на то, как выглядит пассажир. Если мы видим, что он выглядит богато, дорого, соответственно, да, прям по люксу, так сказать, одет, то мы, соответственно, немного поднимаем ценник. Если он от него отказывается, если он говорит, что дорого, мы его отвозим в подворотню, и там уже с ним разбираемся во полной программе. Выбиваем из него бабло, соответственно, да, ну а там уже как пойдёт. Нормально? Ещё один брат поехал, и у нас, нормально, у нас реально самые настоящие гонки таксистов. Это что такое, а? Олег, это великолепный гонок. У нас прям заедут. Ну-ка, по левой стороне, бом-бом-бом. Ты уже с Сашки начинались какие-то. Ну за что? Ой, парни, слышите, а тут суета какая-то конкретная, я прям не знаю. Я прям, это нам тут... Алик, подожди, что здесь происходит? Поставка, поставка. Мужики, кто такси вызывает? Такси вызывали сюда. Три секунды. Такси вызывали сюда. Уезжаем, три секунды. Такси вызывали, алло, такси вызвали. Кто мне заплатит? Заложный заказ, кто заплатит? Алло, я не понимаю. Уезжайте! Кто заказ делал? Три секунды, раз. Просто, блядь. Олег, сейчас я чёмно не делаю? Да всё, уезжай, вы что делаете? Не, ну это вообще нормально, хотите сказать? Три секунды, сразгал, блядь. А, нахрена вы убиваете? Сюда вызвали такси, мне кто за ложный вызов заплатит? Да как, где? Что-то бред вообще-то, а? Так вот, видите, человек говорит, что сделал заказ. Нафига меня расстреляли, а деньги кто заплатит? Ну типа, что за неуважение вообще реально? Охипать. Вот, Олег, гофи. Во, пацаны, катарь! Пацаны, катарь, заплатили, слышите? Приехали не зря, вот это я понимаю. Нет, ну согласитесь, это вообще фу-бред сейчас ситуация была. Типа, сделали заказ, я приехал, говорят, уедьте отсюда. Причём один из них подошёл и сказал, это моё такси. Ну типа, ну как бы, ну что это за ситуация такая вообще? Вот про это, ребята, я вам и говорю. К таксистам нету никакого вообще уважения. Чё это за фигня, с машины с лезь, говорю. Ай, сука, ебаный. А если это любого? С машины следу, что это такое это, а? Так, парни, первый заказ, смотри. Расстояние дало половина километра. Ну ладно, ставим касарь за поездку. Интересно, поедет, не поедет, а? О, он согласился, пригласился на касарь. Уважение этому человеку просто... Не, ну 5 тысяч это реально дорого урага. Не, 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 5 тысяч? 5 тысяч реально, 5 тысяч реально дорого. Ну чё, пацан, подъезжаем к новому заказу? Ну где-то здесь, он где-то здесь у нас. Чё, в репейне? Он, да, да, у него, скорее всего, да, у него потонул машина, скорее всего. Поэтому ему можно будет загнать нормально цейк. Опять же, давай посмотрим, ну не, давай посмотрим просто куда его. О, такой, он богатый, смотри, он богатый. Так, мужики, пока что в прикрытии работаете. Здравия, гражданина, а вы это заказывали такси? О, да, смотри. О, он у меня туда. О, да, он садится. Так, давайте смотреть внимательно. То есть, опять же, всё зависит от того, куда ему нужно будет ехать. 4 километра. Давай я поставлю ценник Косарь. Не, 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 подожди, нормально, нормально, подожди. Угу, не, 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 он возмущается. Он согласился, пацаны, согласился, согласился, согласился. Нормально, не надо идти, было мало. Не, ну, 5 километров, в смысле, нормальный ценник. Чё, неправильно-то я не понимаю. Так, ну, пацаны, заказ я выполнил. Но удивление пока что каждый клиент, которого мы сегодня подводим. Всего хорошего, до свидания. Общается, и плюс ко всему ещё и нормально платят. Ну, удивление-то, а? Так, ну вот клиент. Они все тут тонут на машинах своих, или чё, я не понимаю, это, а? Ну, там резьба опасная такая. Так, ну, давай, Ланна, смотреть. Опять же, всё зависит от того, куда нам нужно будет ехать. 2 километра. Ну, давай, Ланна, полтора косаря. Давай полтора косаря поставим. А ну-ка, мы даже решим. Это мало, они согласятся. Он согласился, да согласился. Это мало. Я уже даже полтора косаря поставил. Что за день такой сегодня, а? Почему, когда мы решили делать бунт против таких наглых людей, таких наглых людей не попадаются? Объясните мне, пожалуйста, а? Ну, чё, парни, вот клиент, собственно говоря, я к нему подъезжаю. Так, ну, выглядит нормально, пацаны. Ценник нормальный, мальчик. Так, ну, вы вы чисто вдалеке держитесь, да, чтобы как вы безпаливаете? Ну, чё, гражданин, присаживаться-то забирайте. Олег, смотри, вот мы сзади, смотри, мы далеко. Да я вижу, да-да-да-да. Такой не садится в тачку. Ну, не, ну, что это такое? Я не понимаю, мы подъехали к клиенту, он стой. Ну, что, ну, гражданин, ну, ёлки-палки, да, а? Алло, машину, садимся, в машину, блядь, в машину, блядь, в машину, блядь, в машину, блядь. Вы садитесь? Ну, гражданин, ну, в машину садиться будем-то или нет, и не вынимает, а? Не, ну, нормально, он же не ценит моё время, получается, да? Да, мы просто гугл догнали. Не, пацаны с такими, я предлагаю, соответственно, реально разбираться. Давай, сейчас, Леонид, ну, подруга. Так, у него, видишь, у него телефон в руке, значит, так, подожди. Гражданин, быстро в машину садимся, я вас повезу, я ваш водитель. Роль со смотку. Смотку он встаёт, говорит, что я его водить. Гражданин, машина садиться, собираемся или нет? Время, деньги, алло. Алло, красная шапочка. Не, ну, чё это такое, реально? Пацаны, у нас свидетель, пацаны, свидетель, лезайте, влеките его, леките все все. Давай, покиньте, пожалуйста, гражданин, машина садиться, собираемся или нет? Ну, чё это такое, а? Ну, сколько вас ждать там? Короче, пацаны, не с такими. Ну-ка, проснись, да, от боевых. Блядь, нахрен убил. Всё, уходим, 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 уходим. Да, убоём, нахрен, убивают. Маску-то зачем, ну, маску-то забыли надеть, все трудные, блин, да? Я надел, я надел. Не забыли, не забыли. Присягниваем все и уезжаем. Так, ладно, к сожалению, клиентам, ребята, мы избавились, да? Он не ценил наше время. Я ещё взял заказ, поехали на вызов, пацаны. Так, ну, смотри, чел в богатом каком-то костюме, смотри, на бархатных тягах каких-то прям нереальных вообще, а? Деньги у него есть. Давайте смотреть, куда он поставит точку, куда нам нужно будет ехать. Пять километров, пацаны, два косаря делаю. Пять тысяч. Пять, нет, два косаря, два косаря, два косаря, два косаря. Отказался, стой, ладно, гражданин, я вас повезу дешевле, дешевле повезу, садись. Так, пацаны, наш клиент, пацаны, наш клиент. Всё, готовьтесь, 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 готовьтесь. Сейчас, погоди, если он от косаря откажется, то это будет вообще прикол какой-то, реально. Метушку поставьте на карте, пожалуйста. Согласился, поехали. Семь километров ехать по факту приходится, ты чего? Не, пацаны, с таким вообще, ну, как бы сразу пресекать это дело надо. Давай хорошо сейчас, подворотник какой-то надём, соответственно, да? Не, не, поехали, Олег, поехали в лес за город, поехал в лес за город. Давай, 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 давай. Там уже метка за город стоит. это вообще издеваться какое-то не 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 ну да я вы сейчас он сейчас выйдет из машины вы увидите в каком костюме он вообще как бы там реально костюм там бархатной тяги вы капец на увидите там реально он заряженный типочек пацаны я нашел супер идеально просто идеально просто все вот здесь вот здесь все я вот здесь стою я вот здесь стою а гражданин выходим из автомобиля у нас к вам есть очень серьезный вопрос все это вы получаете не уважаем да таксиста да а о чем такие маленькие циники то делаем на заказы скажите пожалуйста а в чем проблему я не понимаю так пацаны ну дожди стоп ну тут надо серьезнее оружие раздавать из автомобиля выходим я еще раз говорю быстро а почему не выходит из машины и не понял да пацаны нас вообще никто не у вас он звонит мобилу вырубаем мобилу убираем на три секунды открываем огонь раз два три с машины выходим я тебе еще раз говорю просто потолкуем немного по-человечески праведливо платить за как астарь за 7 3 секунды даем вам на выход из автомобиля начать открываем пологонь раз не одну бульку дайте ему просто на 1 3 3 3 3 3 3 ну стреляем горит стреляя нормально вообще не ну вы хотите сказать это нормально вообще он вышел можно поднять у меня есть аптечка у меня есть аптечка поднимаем закрыл и ты тоже закрой тачку поднимаем поднимаем машинку да я с ним егал такси он разговаривал сейчас он застал реально говорит да а мы прям смотрели что ты прячешься с тобой разговорили гражданин что вы а граждане а если отвечать не привык я останусь доплатим за поездку и расходимся отвозим отвезем вас так уж и быть либо как бы разговор будет совершенно другие стрели ему в ногу у а все сука как они так надпидах но что такое вообще что это такое бюджет вот она да не меня блэн а просто реально по-другому никак не гвоздь и валяется я считаю мы поступили справедливо человек зажал косарь просто зажал косарь мы могли бы его отвезти я ему сразу сказал мы отвезем тебя до конца если ты еще докинешь косарь но он отказался это делать поэтому ребятки с ним произошло то что поверить ну а теперь он пусть валяются на дороге и все мы самое главное честь таксистов защитили поэтому парни я предлагаю выдвигаться на следующий заказ ну слушайте я считаю мы поступили реально правильно сегодня у нас наша забастовка я надеюсь что после нашей забастовки так это вообще я надеюсь что после нашей забастовки люди будут понимать вообще какие то какая ценовая политика должна быть на заказы итак парни новый заказик новый клиент соответственно прямо у контейнеров не сказал бы что он одет богата но давайте посмотрим что он поставил . много по году походу давай смотреть 7 километров по 2 с половиной косаря поехали не менее 2 2 2 2 2 2 2 согласитесь не согласитесь ну 7 километров ехать вы чего вы чего дороговато думаете 7 километров вышел а этих и планты ладно давайте дешевле пойдем ангисами давать я вас довезу так вот это новый клиент он сказал что лучше пешком дойдет 7 километров пешком хотите сказать поедет а не мы могли сделать не резидене не уже не за гражданин из машинки выходим граждане из машинки в угод то есть вы хотите сказать что двус sociales аж 7 километров недорогре очень б Tedиво прямо акулы мала а региона не подожди но понимаете как вы ставил такие свитlah как вы не уважаете в прямом смысле так что вы не уважаете его время в прямом смысле этого слова понимали это реально, это 7 километров знаете сколько топлив стоит сейчас 2,5 тысячи вполне адекватно ценникам вы не хотите или ты мощник, ебаный это недорого я вам даю 3 секунды что вы дали нам деньги у меня нет столько денег есть два деньги я считаю сотримом Дети дома, ты, сука, живешь бабки, блядь. У нас семья, дети. И вот именно из-за таких, как вы, моя семья голодает. Деньги на базу передаем, я вам три секунды даю. Ну вы меня довезете? Довезем, довезем. Только деньги передайте. Две с половиной тысячи долларов за поездку. Дороговато будет сегодня. Недороговато, давай, давай. Почему, блядь, должны уезжать приеманный в рот, блядь? На три, блядь. На три, блядь. Ладно, у меня есть две аптечки, блядь. Да ты я лежу со злости, блядь, не могу, нахуй. Я считаю, справедливо, за поездку в почти восемь километров две с половиной тысячи баксов, это вполне адекватный ценник. Ну серьезно. Ну правда, ехать, ехать, блин, в конец города вообще, даже не в конец города, в конец карты, блин, а? Сколько топлива стоит на... Ой, блин, а ни у кого аптечек нет больше, нет, да? Блин, Олег, да, да, да. Ну мы сейчас встретим 3500 с тебя, понял? Ой, блядь. Погрячу, просто сорвал. Ладно, прощайте, Андрей. Ааа, блядь, он еще и узнал нас. Ну пацаны, надо поднять пацанок. Ну че, я поднимаю гражданину, самое главное, чтобы он бабки заплатил, пацаны. Иначе без этого... Иначе без этого у нас вообще... Ой, блядь. Третья аптечка, третья аптечка, Андрей уже пошла. Четвертый вход, а? Не надо было его убивать, одного сначала деньги из него вытащить, понимаете? Он был, блядь. Гражданин значит денежку передает денежку 2,5 тысячи баксов, и мы вас везём. Вот это другое дело. Вот это, вот так бы сразу, понимаете, а? И не было вообще бы никаких проблем. Серьёзно, да? Ну вот, ребятки, вот так вот надо выбивать деньги из клиента, понимаете, да? Вот именно такой сервис у таксистов должен быть. Вот, чтобы их уважали. Всё, присаживайте в машинку, поехали. Ну вот, всё, гражданин, всё. Конечно, можно, гражданин, естественно. Всё, доизли, значит, пассажиры и заработали 2,5 тысячи баксов, ребята. Вот это я понимаю. Опять же, забастовка наша работает. Работает. Когда вы сразу даёте понять клиенту, что вы сокло, что вы просто понимаете, что над вами можно просто делать что угодно, говорить вам что угодно, то поэтому к вам и такой подход и будет, и такие деньги вы и будете зарабатывать. Ну, когда вы проявляете силу и показываете, что вы не собираетесь терпеть эти издевательства и всё остальное, то уже, соответственно, сумма вашего заказа возрастает. Поэтому, ребята, пользуйтесь этой темой. Ну, чё, мужики, я считаю, что сегодня мы с вами сделали очень даже доброе дело. Мы встали на сторону, мы встали на сторону таксистов, чтобы защитить их честь. Ладно, друзья, на самом деле я согласен, что сегодня, возможно, за некоторые поездки у нас был слишком оверпрайсный ценник, соответственно, да, с этим я согласен, но это и был план забастовки, тем самым мы просто подняли уровень, надеюсь, зарплаты таксистов и повлияли хотя бы как-то на это. Так или иначе, ролик получился очень угарным, очень весёлым, и я надеюсь, вы уже поставили лайк и, конечно же, подписались на канал. Мы с вами играли на проекте GTA Peter Pan на сервочке Rocker, где у нас идёт выживание без Даната Челлендсов. Заходите, играйте вместе с нами. Ну а на этом, дорогие друзья, сегодня всё. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Всем удачи, всем удачи, всем пока!